Я видел, как люди выгорают на работе. Оптимизируем страницы для печати. Зачем фронтендеру математика? Зачем фронтендеру погнали! Зачем математики погнали? Мы же не переставляем слова. Мы просто погнали, вклиниваем вместо какого-нибудь дерьма. А, то есть у нас есть еще Библия, погнали? Да, у нас есть, так сказать, мы чтим традиции. У нас есть санпины, снипы, санитарные нормы и правила, как погнали вклинивать в наш подкаст. Всем привет, кто настроился на наши, так сказать, волны. Ультра-короткие, как и все у нас. С вами подкаст «Суровый веб», проект «Ювебдизайн», выпуск номер 170 сегодня. И на часах уже 20 июня 2018 года, 25 минут первого, где-то вот так. На самом деле идет матч России и Египет, 2-0, по-моему, было последний раз. Уже 3-0, я подскажу. О-о-о, подожди, а у тебя есть сейчас телевизор или нет? У меня Яндекс есть открыт. Понял, понял, понял. Я тоже бы сейчас хотел себе третий, второй, пятый монитор, на котором просто бы тупо шел матч. Я бы на Дзюбу смотрел и как-то мне теплее становилось, или на Самедово, или их заменили уже. Первый тайм они отыграли оба. Ладно. Ну, ты меня можешь не спрашивать. По твоему вопросу, у меня нет телевизора, я как бы нищий человек, поэтому я на Яндексе. Подожди, у тебя в Яндексе тоже заменяют. Или в Яндексе вообще без замен все проходит? Да я смотрю просто на две цифры, 3-0. А, я думал, ты трансляцию первого, «Россия-1», точнее, включил в Яндексе. Так тоже можно там сделать. Я вот это имел в виду. Ну, тогда я могу не выключить подкаст и пойти смотреть футбол, понимаешь? Это согласен. Это единственное правильное решение было бы в нашей ситуации. Но мы не ищем легких путей интересных, поэтому ищем неинтересный путь, начинаем темки. Так вот, первую тему на самом деле нам предлагает фронтендер. Он не устает предлагать, он помнит тот самый путь uvdesign.ru, то есть нашего сайта, и спокойненько заходит на него, и в сайт-барчике, заходит в темку для темок и предлагает вот к очередному 170-му подкасту, то есть к сегодняшнему. Подожди, а что у нас на сайте темки даже можно предлагать? Можно, представляешь, можно, и я тебе больше скажу, предлагают. И мы даже оттуда берем очень многое. Слушай, подчерпываем прямо. У нас в сайт-баре там есть темка для темок, в нее можно комментарии просто оставлять, можно даже на сайте предварительно зарегистрироваться. Охренеть. Майндбловинг. Давай, идем. Да. И он предлагает тему «История в кадрах. 20 лет легендарный симбион». Почему бы, вот вы мне сказали, почему первые темы поставили, а, например, не последние? Ну, что хочется поностальгировать, вот сразу же, не отходя от кассы, и вспомнить вообще, что у нас была такая трубка, как Nokia, на которой были симбионы всех поколений практически. Здесь реально рассказывают, что 20 лет назад, в этой статье, на FOPDA, PDA, что вот 20 лет уже легендарной операционной системе симбион исполняется. И давайте просто пройдемся, какая-то культовая хреновина была на самом деле, и как много она не появилась. До симбиона еще был, как бы, такой Project Treble, такой предок симбиона. И он был вот на такой вот хреновине, такой практически, я не знаю, как сказать, но это такая раскладушка, но раскладушка, знаешь, вбок, как бы, как книжечка. Я просто вспоминаю эти записные книжки. Это записные книжки, реально, да. Только, видимо, это была крутая все-таки, с нормальным механизмом. Ну, по ней звонить, наверное, можно. По ней, наверное, звонить можно было, я думаю. Я не вижу там приложения телефон, поэтому... Выглядит так... Микрофона я нигде не вижу особо. Ты имеешь в виду, это все были еще книжки. Ну, короче, Project Treble, это было перед тем, как появился Symbian. А, да, тут написано, кстати, КПК. Так что в КПК-то хрен там позвонишь. И, кстати, были, да, КПК тогда, это тоже модная тема была. Но как модная. Именно классная. Ну, не тогда, это уже начало 2000-х, я думаю, было. В 91-м в России КПК, это какой-то просто у олигархов только самых главных. У Березовича. Ну, да, скорее всего. Вот. Дальше, короче, уже были более серьезные телефоны, такие, как Ericsson, например, раскладушечка, вот дальше проскролль. И на ней тоже уже был Symbian. Ты посмотри, насколько вот, как экран располагался. Он располагался горизонтально. Ну, слушай, да. Так, как будто мы в горизонтальном направлении смотрим на телефон, например, на твой iPhone. Подожди, ну тут написано, что это было Epoch 32 изначально, потому что с шестого релиза только начала именоваться Symbian. Но, кстати, вот этот Ericsson по кнопкам уже 3310 напоминает. То есть там уже прям аж завораживает. Это гарнитура роскошная, которая именно каждая с кастомным портом, каждая трубка уже новая гарнитура, надо было покупать. Терять ее. Потом нельзя было купить новую, потому что они в единственном, видимо, экземпляре выпускались и все. Так мне еще нравится, там такая массивная прищепочка, и такой хреновый проводочек вот от этого, от наушничка идет. Ну это, в общем, тоже отдельное. И я так понимаю, здесь один только наушничек. Вот у меня такой в PlayStation подложили вместе с PlayStation. Чисто один наушничек именно. Чтобы ты глох, но одно ухо мы смотрим. А я помню, с Xbox'ом тоже один кладут, а второй, то есть там как бы оголовье есть, но со второй стороны просто хрень, которая упирается тебе в башку, чтобы второй держался. Типа ты крутой. Типа ты крутой, якобы, да. Ну и гарнитура, соответственно, то есть микрофон-то там тоже есть. Но он на такой письке вытянутый. Вдоль лица идущий. Первое устройство, гордо названное смартфоном, работало на Symbian. Это Ericsson R380, вышедший в 2000 году. Сенсорный дисплей с диагональю 3,5, 2 мегабайта ОЗУ и 4 мегабайта флеш-памяти. Откидная клавиатура и цена 700 долларов на старте продаж, то есть как iPhone. Как тебе такое, Стив Джобс? Представляешь, здесь 700 баксов купить такую хреновину, а? Ну тогда это был кашкрут. Это опять же майндблойинг было, поэтому представляю охотно, как бы, да. По-любому ты помнишь Simbu в 2001 году. Ты помнишь такие трубки Nokia, которые такие коричневенькие, разкрывались? Слайдер такой. У меня у жены такой есть, до сих пор в коробке лежит, так что... Вот, так что ты еще как помнишь. И там, представляешь, появилась возможность устанавливать на мобильник сторонние приложения. Я вообще не знаю, какие там сторонние приложения. На Java написано, jar-пакеты и так далее. Там, на самом деле... Ну откуда их? То есть был ли там какой-то Play Market? Нет, там вап-порталы разные были, где ты это либо покупал за смс-ки, либо скачивал уже через USB-шный провод, а там уже начинались USB-шные провода. Это... Нифига себе. И лично за прекрасный порт передавал от одного чувака... Да, здесь тоже чувак очень много ностальгирует по поводу того, что класть рядом два телефона и передавать по игре. Пожду 20 минут одну песню. Ирда, ирда он назывался. Как я сейчас вспоминаю, это целый урок передавалась. MP3-шка одна какая-нибудь, или как раз игрушка. Чисто Децла передал весь урок, всю макеш. И вот эти вот лежащие телефоны, друг в друга упертые, это, конечно, прикольно, да. Таня. Да, провалилась у меня. Чисто Дэээ, и всё, больше ничего не услышал. Ну да, ну так вот, короче, продолжай. Чисто, говорю, всю макешу передаёшь Децла, короче, один трек. Да, Децла, ну да, да. Так вот, ирда. Короче говоря, потом... Потом всю переменку слушаешь, и в следующий урок ещё один трек передаёшь. Конечно, конечно. Потом мечтой меломанов нулевых стала Nokia N91 на Symbian OS 9.1, а это уже девятая версия Symbian. Аудиосистему смартфона создала компания Harman Kardon. Каждый 2006 года имел клавиши управления музыкой, мини-джек и жёсткий диск аж на 4 гигабайт. Это же такой плеер, ты просто движ, да, это уже такой как бы плеер, или это плеер есть? Нет, это телефон с функцией плеера. И суть-то в чём, Harman их потом JBL купил, или они JBL купили, я не знаю. Даже кто-то кого-то поглотил. Это именно крутые чуваки, которые делают звук. 3.1. Так вот, и, короче говоря, суть в том, что ты посмотри на то, что мы с тобой видим. Nokia N-Gage та самая. Возможно, даже N-Gage QD потом. Нет, QD потом, да. Да, я к тому, что они обе работали на Symbian. Тогда это очень сильно завораживало, вот эти иконочки, ты думал, нихрена себе, можно переключиться, запустить игру рулю. Я не помню, откуда там, опять же, игры были, скорее всего, опять же, Java Аплеты, как говорится. Я просто ставил, устанавливал на такие. Я сидел тогда с Женей Хабировой за парты, и у неё как раз было... N-Gage. Nokia не N-Gage, другая там. Туда подходили все порты. Экран был такого же размера, просто он не был так удобно ориентирован для игр. Он был всё-таки обычный, как обычная трубка. Но прям телефон тянул вообще всё, и прям, да, это круто было. Ну, я тебе скажу, как обычно, N-Gage, это было только у крутых пацанов. У нас с тобой не было, поэтому можно как бы... Да, у нас, к сожалению, у меня был Siemens в те моменты, причём даже позже значительно. И туда уже надо было чуть-чуть другие игры. Ну, там вообще не Symbian был. Там, видимо, какая-то битность другая или что-то ещё. Ну, короче, мы лошарами были, как водится. Пишите в комментариях, если у вас был N-Gage или... Тем более, что, понимаешь, те, кто играли, да, те, кто играли на таких вещах, как N-Gage, они-то знают первый вот Doom ещё на мобилах. Splinter Cell Chaos Theory. Tomb Raider. И вот это всё, ты понимаешь? Они, возможно, тогда ещё проходили какого-нибудь принципиерси классического вот этого. Да, да. Это вот они могут сейчас ностальгировать, а мы с тобой как бы... Мы так, мы около ностальгируем чуть-чуть. Это рядом со мной пацаны ностальгируют. Вот пацаны рядом. Чё это ностальгиями пахнет? Да, да, да. Вот они на N-Gage QD играли. Короче, тут ещё написано, что вообще-то ридеры под Symbian делались. Классные. Q-ридер, ZX-ридер, E-ридер. Я вообще не представляю, кто это, конечно, брал, но, наверное, брали. А, вспомню, у Саньки Ефремова на Sony Ericsson, он примерно через такой книги тогда читал, типа Перумова. И он там именно переключал вот этим стиком ещё. Да, 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 он именно клацал громко. Практически всю литературу слышно было, как он читал, клацал там и так далее. Ну вот. 56 килобит в секунду звучит адски медленно, а в 90-е и 2000-е такой была типичная скорость модемного интернета. И вдруг в сеть стало можно выходить с мобильника. Вап, GPRS, аж до 85 килобит в секунду, JavaScript и cookies. Всё это было к 2005 году на Symbian. Например, через Nokia браузер. Представляешь? Nokia браузер. Сейчас бы сверстать что-нибудь под Nokia браузер. Там, мне кажется, он не то, что не поддерживает, там HTML 1. HTML 0.1. Слушай, с учётом того, что Facebook без JavaScript нормально работает, прям прикольно, возможно, он вот прям сработает. И у Twitter Progressive Web Application нынешний, он деградирует до Legacy-версии. До себя. И оно тоже довольно сносное. Да, то есть я когда с первого iPod Touch'а по бреду заходил, оно работало и не крашилось. Нормально, нормально. Альтернативный браузер UC Browser и Opera, а уже тогда была Opera, тоже дебютировали на Simbi. И только впоследствии переехали на Android и iOS. Ещё появился Bolt, видимо, Усейн Bolt тогда как раз родился, который для подключения к сайтам использовал промежуточный прокси сервер. Актуальная и в наше время функция, так сказать. Ну здесь дальше телефон с такой модной камерой, которая поворачивается в бок, чтобы прям было удобно фоткать. Наверняка она была очень хренового качества, но всё равно, это должно было поворачиваться обязательно. 1.3, а, 2 мегапикселя написано, я думаю 1.3. Но это, блин, класс. Я её где-то уже видел, а, я вспомнил, где Лёша Романов, вот в поликлинике, когда я работал, наш заправщик, он себе такую купил с рук, просто поностальгировать. Именно тысячи две, что ли, отдал, вот буквально полгода назад. Я её в руках как раз тоже подержал, это прикольно. Да, и тут последний абзацик грустненький. Даже когда рынок захватили зелёные роботы и яблоки, Nokia на симбе смогла дать им прикурить. Смартфон 880 PureView получил камеру на 41 мегапиксель и оптику Carl Zeiss с размером матрицы 1х1.2. Объектив выпирал из корпуса так, что айфонам и не снилось. Я не понимаю, как это относится к симбиану, если просто железки обсуждаются, но окей. Увы, на этом гаджете 2012 года история симбиан и закончится. Ну просто, что это закат был и всё. Опять же, статья в закат уходит. Да, да, абсолютно в закат. Я не знаю, вот сейчас вообще кто-то вот возрождает вообще симбиан. Кто-то, знаешь, есть ли такие энтузиасты, которые пишут свою ось какую-нибудь? И под мобилы именно. И вот уже не смотрят там на Android, на iOS, а вот прям сами пишут какие-нибудь чойки. Ты вот когда говоришь про энтузиастов, сразу кажется, что они под Raspberry Pi ещё и пишут ко всему прочему. Ну вот, скорее всего, должны, потому что я не знаю. Потому что сейчас уже, мне кажется, вот если ты не iOS, то ты Android. Или наоборот, если ты уже не Android, ты iOS. Ну, слушай, я, если так вспоминать, была ещё Palm или Palm OS, которая как ладонь, и там тоже на каких-то там КПКшках отдельных она была. BlackBerry OS была, которая тоже уже... А возможно из-за вот этих вот кастомных iOS, фу, iOS, кастомных iOS, кастомных осенек, из-за них, возможно, само железо искатывается. То есть, грубо говоря, наверное, телефоны это как бы трубки и трубки, грубо говоря. То есть, ну, можно хоть что туда напихать и похрену в тот же BlackBerry, да? Но именно из-за того, что они вот пытались на старом операционной системе, на старой сидеть, всё было плохо, вот, скорее всего, из-за этого всё искатывалось. Они могли бы вот перейти, например, на Android, но это был бы уже, конечно, не элитный телефон. Ну, слушай, просто вот было и было, так сказать. Была эпоха, ну, прикольно, почему бы и нет. Да. Мы, ну, реально, у меня вот из-за таких телефонов, которые не iOS-ные, потому что как только появились iPod Touch, вот я первого поколения себе купил, потом был iPhone 3G, и вот тогда я до самого конца ходил с... Хотя, слушай, я вот не знаю, у меня что-то было между Siemens'ом CX65 и iPhone'ом? Неужели я, ну, как бы звонилка же какая-то мне должна была быть? Я не помню. Может быть, тебе не звонили никто? Пейджер, может быть, у тебя был? Кстати, пейджер тоже был у меня у одного одноклассника, кстати, у очкиша, между прочим, это как-то даже смешно. Мы реально, когда у него на дне рождения сидели, мы у него прямо на дне рождения с его городского, ему на пейджер всякий бред скидывали, причём там же надо было физически человеку говорить. Угу, да. Мы заговорили всякие там сальности, всякий бред именно там, прикалывались. Может быть, ей нравилось. И мы проверяли, насколько она сможет далеко зайти и отправлять тот бред, который мы говорим. Ну, и я так понимаю, она заходила достаточно далеко. Лайк, если ты тоже отправлял что-то на пейджер. Кстати, ты знаешь, я иногда вижу суперстарые какие-то сайтецкие, типа, знаешь, там, нашеlectric.ru, типа того. И там до сих пор в контактах ещё номер пейджера указан. Уже как бы у тебя сайт есть, но всё ещё ты номер пейджера указываешь, потому что, ну, вдруг что-нибудь пришлют, как бы, так сказать, это. Хотя, опять же, что вот в одностороннем порядке можно прислать электрику? Сколько будет стоить силовой щиток такой-то нагрузки, там, на столько-то, там, автоматов? Как ты им ответишь? И ответь, пришлите мне на почту, да? Ну, бред. Напиши тогда сразу с почты на почту и скажи, ответьте мне здесь. Вообще, пейджер — это, конечно, такая тема. Не, ну, может быть, что-то срочное, знаешь, типа, меня замкнуло там, я на проводе застрял на этом. Ну, в общем, ты понимаешь. Это, да, интересно, интересно. Но вообще, Ноки — это, конечно, эпоха. Все хотели Ноки, потому что они неубиваемые, потому что они, там, классные. 3310 у меня-то, кстати, тоже не было. У меня у Бати был 3310, а у меня в тот момент была Motorola C200. Нормально. Я просто даже не готов сказать, что круче или не круче. Ну, то есть 3310 более легендарное. Но, в общем-то, шо то, шо это по эскобару. Ну, круто, круто. Пишите комментарии, что-нибудь про симби. Да, ну, сейчас, знаешь, представляешь, какие-нибудь чуваки сейчас скажут, что... А вот, я, кстати, просто помню, я 3310 разбирал, и там под аккумулятором был какой-то порт, который, типа, можно было... Ну, короче, дата-порт. Её куда-то можно было, типа, подключать, чтобы что-то на неё скидывать. Мне всегда так жутко хотелось как-то это проверить, но я тогда вообще не смышлёныш был. Ну, и как бы, ну, чё я там мог проверить, конечно, это смешно. Ну, да. Вот. Но на полном серьёзе там какой-то был порт под аккумулятором. Можете написать нам в комментариях, чё это было. У нас... Я просто знаю, что у нас есть вот эти старички-энтузиасты, которые до сих пор на форумах спорят с пейджерами. И на пейджер, опять же, друг другу гадости пишут, что ты там в посте номер 255 неправильно написал. Так что да. Дальше нам следующую тему предлагает Пашка. Ну-ка. Привет, ребята. Недавно столкнулся с ситуацией. Нужно было настроить страницу сайта для печати. Напоролся на такую статью. Напоролся. Напоролся. Шёл, шёл. Блин, статья. Инструкция. CSS-оптимизация веб-страницы для печати. Подумал, что эта статья сможет ещё кому-то помочь. Спасибо за ваши труды. Вы лучшие. Ну, во-первых, Пашка, спасибо. Спасибо за то, что мы лучшие. Ты тоже лучший. Согласен. Особенно то, что ты предложил такую статью, в которой сразу зачем-то чувак вставляет свою фотографию. Да, это важно, конечно. Во-первых, статья на Высере. Так. Уже представьте. Причём ещё 2017 года. То есть это старая статья. И насколько вообще ты думал, на Высере могут быть статьи про CSS, там, про что-то такое. А вот может быть. И Мануэль Матузович перед нами, или Матузович, я не знаю. Какой-то, видимо, сербский CSS-техник. Кстати, оригинал был на UX Design CC. В общем-то, можно было смотреть оригинал, но хрен с ним. Будем на Высере. В общем, статья о чём? О том, что есть CSS Style Shits для принтеров. То есть, когда ты страницу на печать отправляешь, можно отдельные правила писать. Во-первых, их можно писать через медиазапросы. То есть, add media print. То есть, собака, media, print. И в кудрявых скобках погнали всё, что print. Точно так же можно прямо в HTML встроить. Ну, так же классический линк href print CSS. Просто media подписать. Media равно print. Атрибут. И тогда это будет применяться только к принту. Но, опять же, если ты линком это сделаешь, что дополнительный запрос надо будет отправлять. Хотя у нас уже... Я так и не знаю. У нас там HTTP 2.0-то сильно шагает по планете? Или ещё не сильно? Вот если уже шагает, то... Если когда ты нас слушаешь, уважаемый подписчик, а если не подписчик, то подписывайся. Так вот, если ты нас слушаешь и уже HTTP 2.0, то похрен на то, что дополнительный запрос. Там они все распараллеливаются, хорошо идут. А если нет, если ты всё ещё застрял в мезозое, в палеолите, то тогда в один файл при процессором всё собирай, и нормально будет. А ещё лучше веб-паком CSS, NGS. Ну, ты понял. Короче, это достаточно насущная тема. То есть некоторые... В чём суть? Некоторые заказчики, да и не только заказчики, просто некоторые люди, которые на сайтах находятся, они распечатывают сайт. Так, ну да, такое бывает. Такое видали. Вот, и классически, если нажать печать сайта, там печатается всякое колесице. Я вот высер сейчас нажал, Command-P. И у меня... Я же... Давай, наверное, как PDF это сохраню себе. Сохранить как PDF. И просто тебе, во-первых, экран расшарю, а во-вторых, покажу нашим подписчикам. Так, Skype. Где у нас здесь плюсик? Демонстрация экрана. Давай, предподпишите. Предподпишите, да. Дырка в жопе, я прям вижу, как у тебя написано в Skype это. Всё правильно. Так, инструкция. CSS-оптимизация веб-странице для печати. Так. Он, видимо, для этого в свою фотографию встал, чтобы распечатывали всё. Да, то есть оп, хейдер, да, видишь, прям поперёк него. Оп, да, красиво, нормально. Вот. Всякое вот это говнище, типа поделиться, ответнуть в избранное, вот это всё, это, конечно, здесь абсолютно необязательно. Ну, ладно, дата там, редакция VC.ru, это окей. Но, в общем-то... Да здесь и фотографии его необязательные. Согласен, да. Много необязательных. Снизу, вон, видишь, комментарии на второй странице, здесь в сайдбаре. И что тут ещё лишнего? Ну, вот комментарии, пожалуй, лишние. Здесь половина цитат оформлена... Ну, вот зачем здесь столько места? То есть можно было бы это на печати уменьшить. Ну, дальше, в общем-то, вполне сносно. То есть, ну, это могло бы занимать не 12 страниц, а, я не знаю, там, 7, если бы все пропуски убрать. Если бы убрать вот дальше вот этот комментарий, написать комментарий, и прочие футеры, и прочую хрень. Ну, короче, понятно, всё. Так, значит, если мы сейчас включим здесь режим Reader, то есть режим чтения, в общем-то, здесь уже почти всё уходит. Но здесь, конечно, остаются, к сожалению, поделиться, поделиться, ответнуть. Но отсюда тоже можно нажать Command-P, и вот отсюда, если уже распечатать, то тут уже меньше лишнего. И здесь вообще более-менее уже нормально. Ну, ты видишь, да, на предпрослении? Да, да, да. Это лайфхак. Кстати, на VCRU об этом не сказано, но вот это я от себя просто говорю, это лайфхак для тех, кто... Для распечатывальщиков. Да, особенно можно ещё шрифт уменьшить, поменьше, прям поменьше, поменьше. Поменьше. Жёлтенький сделать какой-нибудь San Francisco. Ну ладно, пусть там с ней роман. И можно с 11 страниц, я думаю, сейчас до 9 или до 10. А, нихрена, он просто... Это он только здесь его уменьшает, в печати не уменьшает. Ну и насрать. В общем, оставлять желает лучшего. Сейчас я отключу расшаривание экрана, а то у меня сейчас MacBook вспыхнет. Так, я надеюсь... Ну потом пыхнет просто. Так, как приостановить, да, сейчас будет? Остановить показ. И главное, с запись не приостанавливай. Да, да, я тоже уже думаю. Смотри, он здесь говорит о том, что я, говорит, увидел твит бывшего менеджера Microsoft, Аарона Густавсона. Он типа с Indiegogo хочет распечатать. Indiegogo — это как Kickstarter, я так понимаю, да, что-то подобное. Что ты знаешь, Никита, про Indiegogo? Просвети меня. Потом опять скажут, вы неправильно сделали обзор на Indiegogo, а мы и не собирались. Блин, мне тоже кажется, что это что-то типа Kickstarter. Это все, что я знаю. А, ты не в курсе, да? То есть вообще я туда захожу, там какие-то игровые контроллеры, поэтому я сразу хочу спросить у тебя. Я думаю, что... Я знаю DugDugGo. Ну DugDugGo и я знаю. Ну давай посмотрим. Indiegogo, DugDugGo. Finding. Десять cool and clever finds. It's game time. Давай, заходим, как подростки. It's game time. Ну написано Crowd Innovations and buy unique products. Что тебе еще? Products. Если угодно. Products, да. Ну да, это Kickstarter. Просто какой-то крутой. Comfortable case for Nintendo Switch можно купить. Grip case называется. Какие-то гейминг-кейборд. Ну короче, в Апонии. Это узкоспециализированный Kickstarter для игр. В общем, оттуда чувак попытался распечатать и там просто жесть. То есть там гигантские символы в SVG на всю страницу. Я вот сейчас прям на Твиттере открыл. И search keywords, какие-то ссылки непонятные. В общем, ничего не понятно. И я на самом деле сразу вспомнил, что у меня тоже некоторые из клиентов, которым мы с тобой делали, например, базу отдыха, сайт, они распечатывают сайт и для них это критично. Они почему-то предпочитают думать, что у них клиенты распечатывают их сайт. Ну как бы, ну распечатывают и распечатывают. И такие бывают, почему бы и нет. Надо бы это делать. Это, конечно, все опять же из раздела хорошо бы нам слона поймать большого, но никто этого не сделает. То есть, ну реально, это какие бюджеты должны быть у поддержки сайта, чтобы потом еще руки успели дойти до поддержки там принт, CSS. Даже на VC.ru это не сделано. Ну как, подождите, давай какой-нибудь хабр. Есть у нас какая-нибудь статья с хабра? Да, есть у нас статья с хабра, command p. Для меня хабр как пример гигового сайта, на котором все хорошо. Нет. Первая пустая страница, вторая пустая, что-то вообще какая-то... Ну хотя нет, нет, хабр круто сделан. То есть там, конечно, есть тоже хедер, типа там публикации пользователей, всякая шапка, но в общем-то... Всякая шапка, ты это называешь? Всякая шапка, да. В общем-то, удобоваримо. Конечно, то, что там семь страниц комментариев он мне хочет распечатать, хотя... А вдруг я хочу их распечатать? Пусть будет. Ну короче, да, неплохо, но не идеально, к сожалению. Не важно. Здесь он выделяет несколько пунктов, как бы... как советов, которые он считает нужными поделиться. Первый. Страиваем стили для печати. Ну он, собственно, говорит, как то, что я уже сказал, есть директива AdMedia, либо вставляем отдельной CSS через MediaPrint. Тестирование. В разных браузерах есть эмуляция режима печати. То есть, чтобы не проверять, как я, как придурок, на Command-P, можно, например, в Firefox включить Emulate Print. В Chrome можно тоже включить Rendering Print, Emulate CSS Media. И это круто. В Safari такого нет. Я гугланул, нету в Safari такого. Это, конечно, провал. Shame on you, Apple, но нету. Беда, если хотите. Причем, опять же, проверяйте, это, кстати, будет дальнейшим пунктом, раз я уже заикнулся, отыкнусь дальше. Проверяйте во всех браузерах. Везде может по-разному это все выглядеть, поэтому, если вы хотите Consistent Experience для всех, уже по Фридману говорить на полуанглийском, то проверяйте во всех браузерах. Браузерс. Да. Третий пункт – абсолютные единицы. То есть, если использовать абсолютные единицы в адаптивной верстке под экраны, это зашквар, то для печати это абсолютно не зашквар, потому что, в общем-то, печатаешь ты почти всегда на А4 бумаге. То есть, ну, понятно, кто-то будет на А3 распечатывать на матричном принтере, здоровом таком. Но на сайте. Сайты особенно, да. Да, особенно сайты, кулинарные рецепты какие-нибудь. Или даже наоборот, знаешь, выкройки, чтобы побольше на бумагу влезло. Огромно, да. Чтобы сразу из бумаги сделать себе платье. Чтобы свернуть, ну, там, просто согнуть ножницами. Знаешь, опять же, вот эти для деток без клея можно собрать, которые хоп-хоп друг в друга так вкладываются за ушки, такие утья, с таким шелчком. Это, кстати, классно. Это вообще круто, согласен. Сразу видно, кто не с машинками играл, а с бумажными платьями в детстве. А, выкройки, да, делал. Да. Так вот, абсолютные единицы, это не зашквар в принтовских CSS-файлах. Например, там можно использовать физические единицы, такие как сантиметры, миллиметры, дюймы и так далее. Но в нашем случае миллиметры как бы. В нашем, конечно, микроны иногда. С самого начала. Да. Четыре. Отдельные правила для страницы. То есть, есть директив add page, который вот на только отдельную страницу, там, первую, вторую, третью, распространяет это правило. И это круто. Это прям интересно. Я даже не знал, кстати, что такое есть. Есть, между прочим, здесь все ссылки. И на Smashing Magazine Designed for Print with CSS и на непосредственно V3C на CSS Working Group модуль CSS Paged Media. В ноябре 17-го последний раз обновляли. Здесь всякое есть. То есть, ну тут на самом деле показано о том, что вот эта директива add page, она разные другие свойства принимает. Page Margin, Page Border, Page Padding, Page Area и так далее. То есть, там прям круто. То есть, можно поля уменьшать, увеличивать, обрамления какие-то добавлять. Там целый внутренний CSS только для принта. Это интересно, я не знал. То есть, обратите внимание, если вы реально хотите заморочиться по поводу того, как ваши страницы будут выглядеть в печати, это можно сделать. Просто нужно знать вот эти директивы. Ты уже тоже, опять же, как Freedom English это можно сделать. Ну, я, да. Это, это, ты уже должен говорить, как, это должно быть можно сделаемым. Ну да, абсолютно не по-русски думать уже просто, не по-русски. Пятое, управление разрывами страниц. Есть вот такая штука, да, в Word, которую мы все знаем, кто дипломы оформлял, там всякое говно, а это говно. Всякое говно. Разрывы страниц, чтобы там пункты начинались обязательно, пункты глав с каждой, с новой строки, там и так далее. Можно вставлять разрыв страниц с помощью CSS. Свойство PageBreakBefore, это если мы хотим, чтобы какая-то секция обязательно начиналась с новой страницы, или PageBreakAfter, чтобы после какой-то секции обязательно был разрыв страницы. То есть, тут два варианта. Причем, в отличие от Word, здесь разрыв страницы целую строку не будет занимать. В Word это прям символ, такой разрыв страницы, он занимает там строку. Его можно там отодвинуть, там по правому краю, по левому, по центру выровнять, по бреду. Вот. Ну, его видно только в этом, если показать спецсимвол. Вот здесь есть такие же свойства, которые, опять же, я вот даже не знал, что они есть. А они есть. Я, кстати, не знаю, работают ли они в AdMedia, то есть просто для экранов, точнее, в AdMediaScreen. Сейчас вот смотрю. Я зашел на Mozilla, девелопер Mozilla.org, CSS Reference, страниц. Нет, это именно для Page. Page Break After, Page Break Before. То есть не работает ни для чего другого. Вот это одно из тех свойств, которые я сказал, вот только для принтовских страниц работает. Прикольно. Кстати, есть разрыв страницы внутри элемента, то есть не после, перед, а внутри. То есть сделать так, что вот этот параграф не разбивать на страницу. То есть если этот параграф, то его либо внизу, а если он не влазит, то перенести на всю страницу, чтобы его не делить. Например, div, внутри которого есть картинка и подпись к картинке. Сделать так, чтобы подпись никогда не улазила на вторую страницу, а была строго под картинкой. Если не влазит, то всю картинку переносит на следующую страницу. Patch break inside, avoid. Avoid – избежать. Вдовы и сироты – тоже интересная хреновина. Свойство widows и orphans. Widows – это то, если у вас параграф состоит, например, из пяти строк, и нужно его перенести. Свойство widows делает так, что задает минимальное количество строк, которое может быть перенесено. То есть, если переносится две строки, а widows стоит четыре, он не дает перенести такой параграф, переносит его весь, чтобы не было висячих строк на следующей странице, одной-двух вот этих, которые в контекст ты теряешь. То есть, сделано так, чтобы там все четыре переносились. То же самое orphans – чтобы не осталось висячих в конце страницы. То есть, widows в начале следующий, orphans в конце предыдущей. Чтобы не было так, что параграф начался, две строчки записалось, и хоп, и остальные двадцать на следующей странице. Тупняк. Ты делаешь orphans 5, например, чтобы, если уж разделять весь абзац, то только посередине. И тогда уже, если остается две, он весь параграф переносит на следующую страницу, и все. Здесь, опять же, на самом деле, вот это круто. Я не ожидал от статьи на Viser. Я думаю, это будет обзорный бред, который вот, ну, реально неинтересный. Ни хрена, прям круто. Снабжено все. Ну, опять же, оригинал-то был на UX Design CC. А там-то мы знаем, что все классно у них. Регулярно оттуда тоже статьи разбираем. Поэтому здесь есть много ссылок. Вы обязательно, кто заинтересовался этим дерьмом, вы перейдите по ссылке у нас в описании. Вообще, странно, что это, в принципе, на Viser находится, но... Да, да. Причем в рубрике «Дизайн». То есть у них есть рубрика «Дизайн» довольно сейчас? Да, по соседству, например, там, со статьями, с интервью с Лебедевым. Вот такая вот хреновина. Ну, прикольно. Кто еще раз на этом? Пашка. Пашка, да. Причем он, ты видишь, видимо, искал. То есть он писал, что ему надо было оптимизировать подпринт. И он напоролся на статью. Он шел-шел, напоролся. Еще и на русском, еще и на Viser. Вот, да. Он на русском просто гуглил, видимо. То есть он... Ну, ладно. Сброс стилей. Как мы знаем, для верстки на Pages, просто на экраны, есть CSS Reset, есть всякий Normalize CSS. И вот для печати тоже есть свой Prevent Reset, который принято использовать. Ну, вот, например, фрагмент стандартной заготовки здесь приведен в цитате. Кстати, он упоминает о том, что в печатных стилях не за шквар использовать Important. Потому что только с Important перезаписывается нормальное стандартное свойство. Седьмой пункт. Удаление ненужного контента. Ну, здесь вполне очевидно, что можно использовать Display None для того, чтобы убрать всю мета-информацию. Ну и, на самом деле, значительно проще просто сделать, примерно как делает вот этот режим чтения, что в бодике все, что не main, все контейнеры, кроме main, за дисплей нанять просто и все. А в main должно тело статьи уйти, либо там тело страницы, либо что-то еще. То есть верстка, если семантическая, то все у вас получится очень круто сразу стилизовать вот одной такой простой CSS-директивой. Точнее, даже не CSS, это не правило. Ну нет, да, CSS-правило, все правильно. 8. Отображение URL в ссылках. Это круто, это мне нравится, что вот если есть ссылка, когда она у тебя напечатана и подчеркнута, ты видишь, что это ссылка, но тебе это не помогает, потому что ты не знаешь, куда эта ссылка ведет. С помощью нехитрых селекторов мы так делаем a, href, то есть у всех ссылок, у которых есть параметр href, на котором, собственно, сама ссылка записана URL, мы делаем двоеточие автор, и в псевдоэлементе автор мы делаем контент. В контенте, в псевдоэлементах можно использовать функцию atr, которая возвращает значение какого-то атрибута. Если мы туда передаем atr href, то он пишет нам после этого в скобках значение атрибута href. Это круто. То есть ты пишешь там, а вот ссылка на статью, и в скобочках идет там https hubr.com slash говно. Все. Так, собственно, и ожидается. Кстати, предыдущая команда отразит и относительные ссылки. То есть относительно, это если на твой соотецкий ссылается, на slash about просто. Типа для этого надо, ну, то есть иногда, может быть, пригодится такие не отображать, а только внешние ссылки указывать. Ну, это тут есть уже более хитрый селектор, что если href-атрибут начинается с http, то есть если ссылка неотносительная, абсолютная, и not hrefmywebsite.com, если ссылка не содержит ваш домен, то только тогда ее отображать. То есть, ну, да. Выглядит безумно, я знаю, да на самом деле не безумно. Как бы я собирался завтра выложить в Телеграм-канал статью про CSS-селекторы, там кто-то новую написал, казалось бы, тема уже избита просто вот до невозможности, но кто-то там опять написал, типа, возвращаемся к CSS-селекторам, там все про селекторы, там вообще весь стандарт просто переписал туда и все. Вот я завтра хотел ею поделиться. Вот по меркам той статьи это вообще не Rocket Science, то, что нам тут в восьмом пункте предложили, поэтому дальше. Ты вспоминаешь, Никита, что-то у тебя йокает? В принципе, да, подйокивает, скажем так. Это, в принципе, это то, зачем мы делаем этот подкаст, чтобы наших подписчиков подйокивало. Да, и у нас самих, собственно, тоже. Уже не вставляет просто жить, уже хочется, чтобы подйокивало. Чтобы подйокивало, да. Девятый пункт. Отражение расшифровок аббревиатур. Есть такой семантический HTML-элемент abr, и там ты в abr оборачиваешь какой-нибудь там obep. Какой-нибудь valg. Да, или да. И получается abr-valg. Смешно. И в атрибуте title у abr ты можешь написать, что obep – это дело по борьбе с экономической преступностью. Я не знаю, почему я obep вспомнил именно сейчас. Мне говорят аббревиатуру, я вспоминаю obep. Вот. Но да, вот такое вспоминается. И, ну, его можно выводить аналогично истории с href. То есть, если abr-title есть, то тогда в авторе мы выводим, собственно, значение title. Десятое. Принудительная печать фона. По умолчанию, ну и опять же, если мы к шестому стилю вернёмся, там background transparent делают для всех контейнеров. Так вот, десятое нас заставляет с помощью кастомных свойств print color adjust и webkit print color adjust печатать цвет фона. И, ну, типа, если, может быть, там на цветном принтере печатаешь, или просто, если хочешь, небольшой серый фон такой, проверить, так сказать, как картридж работает, то можно использовать это свойство, и туда будут прям прикольные цвета переводить. Я не пробовал. Надо будет попробовать как-нибудь. Одиннадцатый пункт. Мультимедийный запрос. Ну, здесь говорится, что, очевидно, если мы делаем at media screen и min with 48em, то это работает только для экранов. То есть, надо понимать, что media screen – это для экранов, оно не работает для печати. Поэтому, если мы хотим делать min with 48em, то тогда мы либо пишем media print and min with, либо просто без print, и тогда, соответственно, у нас будет применяться ко всем media type. Двенадцатый пункт. Печать карт. В текущей версии, кстати, Firefox и Chrome могут печатать карты. То есть, вот этот динамический элемент, JavaScript, который рендерится, они его, видимо, как-то стопают на… Ну, они ждут, пока он загрузится, и вот это прям скриншотит и печатает. Например, Safari не может. В таком случае можно воспользоваться статическими картами, которые предоставляются некоторыми сервисами. Ну, и вправду, видали, что бывает такое, что если Google карта… Ну, короче, если передать static map в API, то он вернет статическое изображение именно вот этой карты. Это можно видеть, если, например, отключить JavaScript, то в какой-то из карт рендерится вот это статическое изображение. То есть, он ловит, понимает, что no script, и там вот такая же хреновина сделана. Ну, там, видишь, они добавили еще WebKit Print Color Adjust, опять же, о котором мы уже сказали, и Print Color Adjust для того, чтобы прям красиво печаталась картинка. Интересно. Но тринадцатый пункт вообще крутой. Прямо реально. У меня сорвало башню, потому что QR-коды. Делать так, что если ты зашел на страницу, и ты нажал Command-P, Control-P, печать, то он автоматически генерирует QR-код для этой статьи, чтобы его можно было с бумажки потом просто зачекинить и перейти на телефоне на этот сайтецкий, именно на эту статью. Прикинь, чтобы не печатать вот это, то, что там в колон-титуле снизу написано ссылка на эту статью. Можно просто QR-код шлепнуть и все. Здесь приведена по ссылке статья со Smashing Magazine, в которой еще в 2013 году нам написали о том, что есть такой API, Google Chart API, который можно QR передать, передать вторым параметрам URL, который нам надо закодировать, и он нам вернет картинку. Прикинь? Ну что-то гениально вообще. Вообще охренеть. Просто это реально круто. Ну и здесь сразу же на Smashing Magazine переведен пример как раз с MediaPrint. То есть они сделали, что после заголовка, после header h1, делаем after, и после этого передаем, ну, либо статическую ссылку, как мы ее видим, либо если это PHP, там, server name, server request URI, либо если это WordPress, просто дай permalink туда хреначим. Тоже сейчас екать. Как мы ее раньше называли, spermalink. Да, да, прям spermalink туда хренанул, нормально. Это круто. Это хочется иногда хренануть, spermalink куда-нибудь в сурсы. Вот. Поэтому это круто. Это круто. Здесь, кстати, пошла дальше статья. Опять же, это тоже статья Tips and Tricks for Print Style Sheets. Можно... Здесь еще много разных по поводу того, что можно с помощью фильтров инвертировать цвета и сделать, чтобы на белом все-таки было видно, что там фон, он с белого на черный. Ну, короче, прикольно. Ладно, я не буду сейчас еще и от Smashing Magazine статью обозревать. Статья на Viserie прям прикольная. Здесь есть бонусы, причем целых три. Первое. Печать неоптимизированных страниц. Есть инструменты Print Eliminator, которые позволяют, просто ты кликаешь на элементы на предпросмотре печати и удаляешь их из будущей печати. Ну, удобно, в принципе. Главное, чтобы дохрена не было слишком. Кого их? Ну, элементов, которые надо удалить. Ну, это уже от сететских зависит. Кстати, давайте зайдем на CSS Tricks и посмотрим на последние статьи. Блин, я 3S написал, как плашара. CSS Tricks. Я хотел сейчас зайти. Так, CSS Tricks. SS Tricks? Это не надо такое говорить. Обрещенные организации всякие в РФ. Так, вот последняя статья. Don't just copy the ad font face out of Google Fonts URLs. Захожу к рискурии, написал, command P. Ну-ка, сейчас проверим. Заскварился. О-о-о. Да у него там говно поди. Там, чтоб ты понимал, прям по тоненькой. Там именно... По тоненькой говно или по тоненькой там нет говна у него? Там по тоненькой просто кусок говна. Я тебе опять сделаю демонстрацию экрана. Это стоит того, демонстрацию. Ну-ка, давай, давай. Так, ты сейчас должен видеть, да? Видишь, да? Я вижу. Давай, да. Красота. И дальше лучше. Можно прям читать. Можно 14 страниц изморать, для того, чтобы... Прочитать такого дерьма. Прочитать, да-да. Специально вот распечатать и прям прислать к рисуку и прям на почту. Да, заказным. Прям по морде ему. Вот прям пачка этой снегурочки, которая распечатает его CSS-3x одну статью-то. Ой, ой, я отключаю показ. Но это, конечно, это remarkable. То, что мы сейчас увидели, это смешно. Сапожник без сапог практически. Ой, я на другую статью перешел случайно. Второй бонус Gutenberg. Это не тот Gutenberg, который WordPress-редактор. Это Gutenberg, который фреймворк для print CSS. Я уже думал, опять сейчас скажешь, через вот этот... Через быструю настройку WordPress-а можно, короче... Кастомайзер-то? Да-да-да. Да нет, нет. Причем этот Gutenberg, я его в паблике выкладывал года четыре назад. Три, может быть, сейчас уже не соврать. Поэтому да, этот Gutenberg я тоже видал. Это прикольно. Но, опять же, это... Ну, ты встраиваешь Gutenberg CSS сначала, MediaPrint, потом еще темки для него, можешь хреначить. То есть, там просто, чтобы удобно было... Хотя, опять же, даже по дефолту, когда ты Gutenberg включишь, это как бы вместо резета такого это... Даже если ты его по умолчанию подключишь, уже будет лучше выглядеть. Но, в общем-то, там просто есть много встроенных классов, которые можно классами просто применять, и уже они будут какие-то базовые правила накидывать. Почему бы и нет? Есть еще один. Heartia называется. Heartia CSS. Heartia вольности. Да, Heartia. Ее автор какой-то... Владимир Каррер. Каррер. Нихрена, как Porsche. Футболист какой-то звучит, да. Владимир Каррер. Ну, в общем, подобная тема. То есть, есть у него определенные там классы, которые можно накидывать, и все. Окей, почему бы и нет. Вот такая вот статья. И, кстати, я настолько проникся этим, что я даже на Vicer зарегался... Не зарегался? Да, все уже. Соврал. Уже все уже. Уже зарегался. Залогинился под Твиттером. Хотел обвоутнуть статью. Так. Нажал, и мне всплыло говно. Эту публикацию уже нельзя оценить поздновато. Я только думаю, подождите, а что значит? И хоп, а статья 2017 года еще была. Мы такие, о, протухшая статья, наконец-то. Ну, в общем-то, теперь ты лучше относишься после этой статьи к фотографии Мануэля Матузовича? Или он все еще не оправдал? Ну, теперь, теперь, конечно, все-таки оправдывает. То есть, я думал сначала, ну что, зачем вот свою фотографию? Ну, что это такое? А теперь, да, я понимаю, что он это сделал специально для тестирования печати, на самом деле. Вот, да, он и устроил. А вот будет фон нормально там печататься? Сделали они Adjust Print Color? Или не сделали? В общем, ну что еще имеешься сказать? Понравились тебе советы? Ну, слушай, вот эта штука, она знаешь, как, как в том этом, как, не знаю, в басне, или в чем это, в рассказе, как вот ружье, которое висит, 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 и обязательно выстрелит. То есть, вы сейчас думаете, что вам на сайтах это не нужно будет, а появится клиент, который попросит такую распечаточку, и придется делать, и придется открыть эту статью, откопать ее заново, открыть наш подкаст, наткнуться, напороться, да, просто практически, я бы сказал, заглотить эту статью, и, да, да, возможно, даже послушать, как мы вам рассказали, поэтому, всегда лучше сохранять такое вызбранное в какую-нибудь, может быть, типа нужное папочку, причем, нужник, сначала ее как PDF сохранить, и вот это уже сохранить, да, да, это уже распечатать, ну, круто, круто, давай, дальше попробуем. круто. Третья тема у нас сегодня, это тема с DTF, видел, как люди выгорают на работе, и это того не стоит, видимо, цитата чуваков, разработчиков Uncharted, Destiny и God of War, о кранчах, и здесь действительно... Эпично звучит, надо сказать. Да, здесь действительно пойдет речь о разработчиках, но о тех, которые делают игры, потому что именно у них кранчи самые жесткие, а кранчи, я напоминаю, это когда ты перед релизом, условно говоря, даже, возможно, это время, ну, очень растянуто перед большим релизом, то есть релизы, ну, сайтов, наверное, не такие большие, как у игр, я имею в виду, у больших полномасштабных, тем более у ААА проектов, естественно, там к релизу готовятся за несколько месяцев, поэтому кранчи могут длиться, опять же, долгое время, соответственно, действительно, не один месяц, и это очень тяжело, потому что кранчи, это то время, когда ты сидишь сверхурочно, больше, чем 8 часов, и, в общем, максимально, короче, засиживаешься, уходишь поздно или не уходишь, ночуешь на работе, или если ты, типа, работаешь из дома, то ты просто бахряешься спать, просыпаешься, садишься снова, в общем, короче, кранчи это такое время, когда прям вот перед релизом надо посидеть, причем очень сильно, естественно, людей, которые работают в игровой индустрии, сильно это выматывает, потому что огромно большие, длинные кранчи, здесь в этой статье просто несколько цитат, и каждая цитата просто отображается тем, что да-да-да-да, очень плохо, кранчи это плохо, мы теперь, в общем, типа, передумали это делать, и, короче, вот, например, компания Bungie, которая сейчас делает Destiny 2, и DLC к Destiny 2, все, которые выходят, они делают Halo, в том числе Halo 2. Подожди, они делают DLC, а не DLC, не они делали, оригинал. Нет, оригинал все Bungie, короче, Destiny всю Bungie делает, просто они еще делают Halo, это надо учитывать, и вот они делали Halo 2, короче, и у них была жопа, видимо, они сидели в кранчи, вот сильно-сильно сидели прям, ну, перед релизом, долго засиживались, и вот прям чуть ли не наблевали, причем настолько, здесь пишут, что это практически не убило студию нахрен, то есть, все настолько наблевали, типа, физически, морально, психологически, по-всякому, что, короче, просто выгорели нахрен, то есть, они прям уже не могли это видеть, короче, настолько они засиживались на работе, типа, деталово, что вот прям невозможно, потом, короче, чуваки из, тоже тут все из Destiny, ну, все, кто делали Destiny, да, Bungie, короче, говорят, и из Naughty Dog, те чуваки, которые делают Lost of Us и Uncharted, тоже говорят, что тебе сейчас было тяжело. Ты сейчас должен был прочитать, как, наверное, Naughty Dog. Naughty Dog. Цитата прям, это было действительно тяжело все время, что я был сотрудником Naughty Dog, а это 10 с половиной лет, я, наверное, никогда не работал меньше 80 часов в неделю. Да, конечно, были исключения, когда мы говорили, ладно, давайте возьмем пару дней отдыха, однако, чаще всего нам приходилось работать 7 дней в неделю по 12 часов как минимум, то есть у них вообще нескончаемый, нескончаемый кранч идет, вот, и здесь во всей статье написано, на самом деле у нас это будет радужной нитью протекать еще в одну тему, мою же, опять же. Ты подожди, 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 давай так, а вот, если вот по-честному, как избежать этого дерьма, нескончаемый кранч. Нет, а тут, видишь, смотри, опять же, тут есть люди, которые не потому, что они сидят, потому что, короче, не успевают, а им нравится. Типа, они, знаешь, короче, ну не могут уже не сидеть, потому что, типа, идея пришла условно, или, ну, или идея пришла, или, короче, надо вот сейчас я докодю, короче. Нет, ну, остальные-то не обязаны при этом сидеть, ждать, пока он докодит, то есть, ну, реально. Нет, нет, тут именно про чуваков, которые вот прям вообще пробитые трудоголики, супертрудоголики, короче. И, ну, как бы, все равно у тебя минус один специалист, если он у тебя выгорит, это все равно не есть гуд, так сказать. А таких у них много в компании, и, типа, говорит, вот тут чувак, говорит, что я специально выгоняю людей, подхожу, спрашиваю, типа, что, чувак, сидишь? Он говорит, ну, там, условно, идея пришла. Ну, ладно, окей, если идея пришла, я, типа, не сильно трогаю, но я смотрю дальше, типа, если чувак совсем засиживается уже, то прям вот поганой метлой из офиса выгоняю, потому что, говорит, сейчас сегодня он засиделся, а завтра он не вышел вообще, и потом вообще не вышел, короче. То есть мотивация, как бы, снижается, и так продуктивность понижается. Я лучше его выгоню, типа, он, может быть, собьется с мыслью условно, но, типа, завтра он сделает лучше, больше сделает. Так что, ну, примерно такая мораль здесь во всей басне, что раньше это тяжело, и надо делать перерывы. Там смешная картинка из Египта. Представляете, каким охрененным будет ваше портфолио, и там именно подгонятели египетские. Да, да, да. Это говорит, который пирамиды строит. Ну, это практически как такая же картинка, где, типа, work and travel чуваки едут тоже, короче, вот такие на галерах, и поедем в work and travel. это круто, это интересно. И это справедливо вообще не только для гейминдустрии, то есть нам кто-то может сказать, вот, что опять про геймдев, что там, геймподкаст или что. У нас, во-первых, гейподкаст. Вот именно. Да, а во-вторых, это просто, вот конкретно эта тема, она справедлива еще для... Да, хоть для кого. Для фрилансера тоже очень часто засиживаются до хрена вообще. Даже просто чуваки, которые работают не в компании. Вот. А тем более люди, которые работают на фрилансе, у них часто смешивается вообще работа с обычной житухой, и мне кажется, там уже нет грани, где ты начал отдыхать, а где ты работаешь. Перегореть-то от этого еще проще. Вот, потому что... Мозг у тебя не понимает, переключился ты или нет, и для него это все еще монотонное говнище. Да, ты все еще за компом как сидел, так и сидишь, жопу не поднял, как бы ничего не сделал. И там... А, все, ладно. У меня, короче, наложилось, там еще же вторая тема, у меня подобная будет, поэтому, да. В общем, как говорил мой уролок, на солнце почаще бывай. Вот. Вот. На солнце почаще бывайте, чуваки, и не сгорайте после этого. Да? В кранчах. Окей, Роскомнадзор. Ты, Никита, скажи буквально, я не знаю, там 15 слов про Роскомнадзор, у меня просто так в горле пересохло, что я сейчас сдохну, я по-быстрому себе попить налью, а паузу же я теперь не могу делать, пишет скринфлоу. Давай, давай, справочная. Роскомнадзор, что ты такое? Здесь на хабре статья, на хабре статья, и как я понимаю, здесь будет какая-то очень глубокая аналитика по поводу того, что вообще, что такое Роскомнадзор, как появился, для чего сделан, как бюджет там располагается и так далее. Какая-то такая статья, которая подкинута нам, чтобы, видимо, закрыть наш подкаст, я чувствую. Причем я ее сам и подкинул. Ну все, я изнутри, ты имеешь в виду, изнутри разваливаешься, ну нормально. Станцию включится внутри, да. Костян хотя бы Гончаров откинул, а нет, другой Гончаров. А подожди, слушай, может быть, я уже просто един, видимо, с ним. И походу, вы как Эйва. Ну или да, вы походу уже хвостами там велись. Я на самом деле на удивление думал, это очень длинная статья, она не очень длинная. Она вообще не длинная, она даже, в общем-то, и прикольная. Здесь нам Маркс, Маркс, это чувак с Гиг Таймса. А Энгельс там будет? Энгельс, да, он в комментариях там. И поскольку Хаббар поглотил Гиг Таймс, то он перешел плавно сюда в авторы, ну и как бы по-прежнему пишет про IT и про около, так сказать, гиковые темы. Так вот, что такое Роскомнадзор? Он нам немножечко истории говорит. Причем, естественно, началось с того, что опять там подали иск Телеграм, сейчас повторный иск подали, и он такой говорит, вот все иски-иски-иски. Давайте подумаем вообще о том, что такое Роскомнадзор, почему он так себя ведет и так далее. Так. Кстати, это первый пост в рубрике Справочная, которая появилась на Хаббре. Цель этой рубрики относительно коротко рассказывать обо всем, что может быть интересно всем нам. Если есть желание, предлагайте тему в личку. Ну-ка, посмотрим, сколько у Маркса публикаций вообще в его профиле. Ну, у него как... И 3000. У него ничкапитал. 600 публикаций. Ну, да. По всем вопросам пишите в личные сообщения или в Skype. У него бэдж-легенда есть. Я-легенда. Бэдж-старожил, бэдж-бета-тестер. Крутой чувак. Причем, он, судя по всему, хохол, потому что iBlog.net.ua у него сайт. Неплохо, неплохо. Ну, как бы это не порог, да, действительно. Так вот, кто, когда и почему создал Роскомнадзор? При Медведичи была создана в мае 2008 года эта организация. Официальное название у него такое Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. То есть, федеральная. Она, у Роскомнадзора юрисдикция вся страна. То есть, это не локальная какая-то московская хрень, она везде действует. Так вот, можно сказать, что Роскомнадзор это половина от целого. Потому что, когда он появился, разделили на два органа Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия. То есть, раньше была связь массовой коммуникации, ну, считай, телевидение и культурное наследие это одно было. Охраняла одна организация. Но сейчас, опять же, набирает обороты телеком, так скажем. Я уже говорю, как будто я сам провода тяну уже. Вот мы в телекоме, как бы вот, вот да, телеком. Он набирает обороты, потом разделили на Роскомнадзор и Росохранкультуру. Есть, теперь вторая половинка, это Федеральная служба по надзору за соблюдение законодательства в области охраны культурного наследия. Все относится и к музеям, и памятникам культуры, и к заповедникам, может быть, хотя нет, культурное наследие и заповедники. Заповедники — это не культурное наследие. Ладно, неважно. Это ушло к Министерству культуры, а мы про Роскомнадзор, который относится теперь к Министерству связи, я так понимаю. Да? Есть у нас такие интересные министерства или нет? Да у нас таких только нет министерств. Конечно, да. Изначально Роскомнадзор назывался Россвязь-Комнадзор, а в 2008-2003 декабря уже после мая по полгода был Россвязь-Комнадзор, поняли, что долго сделали Роскомнадзор. Все. Что он должен делать? У него вообще-то есть официальная задача. Ну-ка. Блокировать Североблизор. Именно, знаешь, Гитлер бьет ботинком наин-наин-наин, только блокировать, 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 да. Гитлер запрещен, естественно, в Российской Федерации. Запрещенное слово. Как организация, да. Соблюдение российского законодательства в сфере связи информационных технологий и СМИ. Это первое. То есть соблюдение законодательства в сфере связи информационных технологий и СМИ. То есть если вдруг... Кстати, Станин, мы еще не СМИ или уже СМИ с нашими 29 тысячами подписчиков на Ютуб? Ты понимаешь, СМИ это если 5000 активных, так сказать. В общем-то... В общем-то СМИ, походу. Не кликай беду, да. Хорошо, ладно, все. Пока за нами нет надзора. И никто не следит за соблюдением нами законодательством. Ну, в общем, вот по идее Роскомнадзор следит за всеми СМИ, IT и связи. По телефону, видимо, тоже Роскомнадзор прослуживать должен. Не знаю. Надзор по защите персональных данных согласно закону о персональных данных в России. Причем всех, соответственно. Вот я сегодня был в управляющей компании и потом ходил по инстанциям, которые там электричество мне предоставляют, воду. Я там везде заполнял согласие на обработку персональных данных. Это тоже Роскомнадзор следит. А когда я в поликлинике первый раз карточку оформляю, я тоже заполняю согласие. Так вот, кто мне горячую воду тут отключает. Все дороги к Роскомнадзору ведут, оказывается. Так. Деятельность по организации радиочастотной службы. Если вдруг как ты захочешь свою маленькую открыть вышечку на частоте какой-нибудь. На Эмпайр-стейт-билдинг. На топ Эмпайр-стейт-билдинг. Вот нужно с Жаровым лично посоветоваться, я так понимаю. Спросить, можно все-таки как бы, ну там, я так что. Ну, Чуть-чуть. Да. Короткие волны, кому. Кстати, о Жарове. Не всегда он был руководителем. Он только с 2012 года, с 3 мая руководителем стал. 2 мая вот эстафета была, перекрыли все движение в городе, а 3 мая он нормально уже добрался. Его хотели 2-го сделать, но как бы там не сложилось, он не доехал просто, поэтому вот 3 мая. Все же мужики знают, что 2 мая перекрывает. Я теперь тоже знаю, я запомню на всю жизнь. 2 мая эстафеты перекрывают просто там главные улицы. Так вот, вообще первым руководителем в мае был Борис Боярсков. Знаешь, как Леонид Боярский, который фуллаут помогал делать или делал, я не знаю, кто он там был, но, короче, он там был в те времена, в Troik Games, по-моему, или в Black Isle Studios. Я запутался. Это ты должен знать. Хотя никто ничего не должен, никому. Вторым руководителем стал Сергей Ситников. Он был его заместителем с июля 7-го года в этой общей организации, а потом стал вторым, так сказать, руководителем Роскомнадзора. Все, потом с 12-го года стал Жаров. Что у них с бюджетом? У них довольно-таки дохрена денег. 8,5 миллиардов получили они в 2014 году, в 2015-2016 по 9,6, в 2017 опять 8,5. Про 18-й пока не сказано. Я думаю, может, им больше дали, опять же, все-таки с Телеграмом борются, понимаешь, силы не равны. Да. Хотя, хочется вспомнить поговорку, что игра была равна, играли два говна, но нет, Телеграм все-таки достойно себя ведет. Нас бы не забанили за это все. Сколько людей работает в Роскомнадзоре? В 2016 году было 159 человек в центральном аппарате, сейчас около 200, скорее всего, пишет там автор, он-то точнее не знает, Маркс, может быть, Энгельс точнее знает, но он там в комментариях написал, не знаю. Предельная штатная численность по всей стране, 2718 человек было в 2017 году. То есть, 159 в МСК и еще, смотри, сколько приспешников, примерно 2500 по стране, это просто охренеть. Пишите, сколько много сучивости людей по стране. Более подробные данные динамики можно смотреть здесь, бла-бла-бла, переходить по ссылке мы, конечно, не будем. Средняя зарплата 75 тысяч рублей в Роскомнадзоре. В Роскомнадзоре? Да. Прикольно. Это даже как-то нормально, да? В смысле, это много или мало за то, что ты блокируешь? Просто люди не спят ночами и блокируют. Я не знаю, ты согласен это делать за 75 тысяч? Слушай, этот вопрос я оставил на конец обсуждения этой статьи. Так вот, когда начались блокировки? Не всегда Роскомнадзор был настолько яркой, так сказать, организацией. До 2012 года про него особо-то и не слышали. Но вот как Жарыч пришел, началась вакханалия. А именно в 2012 году внесли в реестр запрещенных сайтов несколько статей в Википедии, видимо, про суицид. Там же в 2014 году появились лента Руэха Москвы, по крайней мере, у них были предупреждения, они там какие-то фрагменты интервью убрали, например, с лидером правого сектора, это запрещенная, опять же, организация на территории Российской Федерации. В 2014 году... Правий сект. Правий. В 2014 году начались блокировки сайтов оппозиционных изданий, например, блога Алексея Навального, навальный.com. Тоже запрещенная организация. Все запрещенная организация. Как и Роскомнадзор. Да, потом забанили Рутрекер, это все в 2014 году, LinkedIn, SlideShare, BlackBerry Messenger, Emo, Line, WeChat. Вот все такие... WeChat, это, между прочим, китайская хреновина. Не, не WeChat, а WeChat. То есть это... А, это разные, да? По-моему, да. Хотя, может, это она и есть, но я думал, что та, которая китайская, там WeChat. Типа как сай? Как P, только We, да. Да. Так, с 2017 активно развивается конфликт с Telegram, мессенджером, у которого Роскомнадзор требует ключи шифрования с тем, чтобы у правоохранителей РФ был доступ к истории переписки пользователей. Это мы все знаем, ждем, следим. Про это еще не закончилась история. Кто блокирует сайты и сервисы, признанный Роскомнадзором незаконным? Естественно, сам Роскомнадзор, как ты говоришь, сидят по ночам, выключают, нихрена они не выключают. Там у них есть просто АС-ревизор автоматизированной системы. Ревизор? Да, да. Кто там, Елена Летучая работает в нем. Да, она думаешь у них? Она на чем? С 75 тысяч? Они в нее включают, что-нибудь выключают, а она уже операторам звонит и говорит, пацаны, обновился док в Google Доках, заходите в него, смотрите, там новые сайты добавили, добавляйте к себе в реестр. То есть здесь есть вот картиночка, скрин, как устроено, все это говнище. Гениальная автоматизированная система. Там сервера... Это сокращенно, в смысле говнище. Говнище. Есть целая информационная система взаимодействия с серверовым надзором с операторами связи отдельная. Выгрузки.rkn.gov.ru .gov.ru Именно так. Хорошо. Регион-реестра, да. Потом есть портал rfc-revisor.ru Туда заходят все операторы связи, начиная от магистральных, заканчивая локальными, заходят в эти кабинеты операторов, смотрят, что им надо заблокировать и уже к себе добавляют на прокси сервера эти правила, что не пропускать вот туда-то, туда-то, туда-то. Такие дела. И, в общем-то, здесь пишут, приносит ли деятельность Роскомнадзора пользу? Сам Роскомнадзор отчитывается, что они прям вообще гении, они борются с пиратством и очень много денег осталось в стране из-за того, что никто не ворует музыку, книги, ПО и другую хрень. Они, собственно, даже говорят, что и Телеграм тоже такие убытки несет, что едва ли вообще существует, влочит существование после его блокировки. Это, конечно, это, конечно, интересная версия. Да, это интересная версия. И, ну, собственно, статья закончилась. Теперь, знаешь, я вот когда посмотрел последнее интервью Дудя с Ефремовичем, я вот подумал, что, ну, то есть, там он его задает, ему вопросы, что вот, типа, твой дед же там был бухгалтером в НКВД, практически учитывал, кого там расстреляли и так далее, считал. Как ты, типа, относишься теперь к этому? Ну, Ефремович достаточно так нейтрально ответил, что, типа, вот, зато он спас свою семью, там, туда-сюда. Ну, вполне очевидные такие человеческие вещи, то есть, как бы, ну, и, типа, когда он читал, это был 35-й год, еще, как бы, не 37-й, еще не все так людоедский был, то есть, если бы в 37-м его завербовали, то есть, там, ну, не завербовали, а, так сказать, сделали предложение, от которого он не мог отказаться, то он бы, может быть, поступил бы по-другому, но в 35-м, типа, это еще не зашквар было. Так. По словам, опять же, Ефремовича. И, ну, как бы, Дудь говорил, типа, ну, охренеть, там же, типа, столько людей загубили, бла-бла-бла. Ну, и тот сказал, что, да, как запрещенная организация. Так, как запрещенная территория РФ-организация. И, вот, ну, как ты считаешь, Никита, насколько вообще зашквар работать в Роскомнадзоре? Давай, вот это, по лезвию ножа. Ну, слушай, вообще, как бы, интересный, хороший вопрос, хороший вопрос. Ну, как бы, думаю, можно заканчивать на этом подкасте, знаешь, уже как бы замяться. Мне как бы принесли уже записочку, что я не должен ничего говорить. Но, смотри, давай подумаем. Допустим, условно, смоделируем такую ситуацию. Я работал, допустим, в Роскомнадзоре, условно, но не я, абстрактный я. И, допустим, не было сначала со стороны Роскомнадзора каких-то глупых решений, вообще не было блокировок, и вообще Роскомнадзор перед этим ничего не делал такого. Вот не слышно было про эту организацию, например. И, например, как только они начинают блокировать, что, то есть мне увольняться, получается? или мне, ну, или я хрен за ним. В принципе, ну, достаточно некрасиво, достаточно некрасиво. Если ты очень идеологически такой чувак, то есть я уверен, что там многим просто похрен. Они даже не вникают. Вот. опять же занимаются поставками, там, ремонтами и прочим воровством, поэтому почему бы и нет, да? Они у Роскомнадзора воруют, они наоборот хорошая дева делают. хорошая дева. Ну да, не, но если ты идеологически, конечно, такой чувак, то, скорее всего, ну, наверное, тебя оскорбит, возможно, поведение начальства. Да просто, возможно, знаешь, тебе самому же тошно будет работать, и ты уйдешь. Ну, опять же, если слушать там аналитику, то как бы, ну, вот Роскомнадзор, это на самом деле просто козел отпущения. То есть, в общем-то, все приказы, понятное дело, идут от разрешенной организации ФСБ. И как бы Роскомнадзор, это просто самая разрешенная организация, самая классная в Российской Федерации. И просто Роскомнадзор, это исполнитель. И тот, кто просто все шишки собирает. И это, на мой взгляд, более трезвая позиция. То есть, это же Нижаров лично сидит, кого бы заблокировать. Ни хрена подобного. Я уверен, ему самому насрать. Он просто... Ну, ты же понимаешь, во-первых, перед пацанами обидно будет, когда ты скажешь, что ты Роскомнадзор. Это первое. А второе, ну, он же должен, я про Жарова конкретно, он же должен обсуждать вообще-то, ну, осознавать, что происходит, так скажем. Предлагать какие-то свои выходы из ситуации. Ну, типа, я понимаю, что ты разрешенный организацией, ты уже ничего не скажешь. Конечно. Я бы работал и еще говорил, что Слава Роскомнадзор. Вот, не зазорно вообще. Я бы домой приходил спокойно VPN-ку включал, которую мне друг установил. И нормально бы мне все было. То есть, это просто... Друг из ФСБ, который установил. Конечно, да. Это просто работа, и я не считаю ее чем-то зашкварным и вообще. Тем более, что достаточно оплачиваемая работа за простое перекладывание бумажек там или чего, что они там вообще занимаются. Поэтому не знаю. Для меня это не что-то такое сверхъестественно хреновое, но, конечно, да. Как ты говоришь, перед пацанами, наверное, может быть, так, идем дальше. Следующая тема лучший UI и UX. Лучший UI и UX это имеется в виду не какая-то статья про лучший UI и UX, это FBI нам предлагает на сайте, опять же, на ubizine.ru нам предлагает тему с сайтом. Просто на обозревание сайта. У нас бывает такое прямо в подкасте, хоть один сайт мы обозреем. Я, кстати, пользуясь случаем скажу, что нам можно написать на work.sobaka.ubizine.ru work как работа и писать нам, если у вас лучший UI и UX, то напишите нам, мы вас прорекламируем и у вас еще будут лучшие подписчики и клиенты, потому что наша аудитория это самый смак, это просто цвет нации, возможно, цвет всей планеты Земля. Поэтому пишите work.sobaka.ubizine.ru да, а вот, короче, FBI, и он комментирует, он говорит, сайт детский надо рассмотреть, где лучший UI и UX, что существует на данный момент. crazydimka.ru смотрим мы сегодня. Здесь действительно лучший UX, который я видел, это сайт веб-студии, не побоюсь этого слова, ну или, я не знаю, фрилансера, возможно. Мы видим, видим полный анимации, так сказать, сайт, здесь все есть, все по современным стандартам, видим меню, по которому бегает мышка, и куда ты наводишь мышкой туда, она бежит, у тебя в Safari там бежит хоть что-то вообще? У меня, да, все работает, я тебе больше скажу, я почему-то этот сайт уже видел, может быть, мы его там год-два назад мы должны быть запомнили, наверное, да, ну короче, я видел это, просто вот как факт. Короче говоря, когда ты нажимаешь на один из пунктов меню, это мышка, она как бы бьет головой по анимации, или носом, я не знаю, или чем, я вообще не понимаю, пока она не ударит, не меняется страница. Не меняется, тебе придется ждать, пока она подойдет и ударит. Да, да. Вот, чем дальше пункт меню, тем дольше будешь ждать, соответственно, от контактов до главной будет долго вообще грузиться, идти до свидос. Ну, портфолио слева, это крутящаяся такая хреновина, и можно прям заходить на сайты, если успеешь нажать, естественно, и посмотреть, что же сделали конкретно Crazy Димка. Тут тоже достаточно великие, абсолютно, UI и UX сайты. Очень смешно, ну, не смешно, конечно, а очень классно написан текст на главной, что типа, что именно делают здесь пацаны. Они прям пишут, что они действительно делают это с сарказмом, то есть они отлично понимают, что это как бы, ну, смешно, и, типа, что... Не, а где здесь с сарказмом? Подожди, ну, там написано же, если вас бесит наш сайт, увидите нахрен, а если вам прикольно, то есть в наше время шаблоны на сайте хрендинг пейджи, и типа, мы просто сделали этот сайт, чтобы вы улыбнулись, все, то есть вот так это было. То есть они отлично понимают, что как бы это троллинг сайт, и это прикольно, почему бы и нет. Мне просто показалось, что это на полном серьезе, если честно, потому что... У них портфолио из таких же сайтов состоит. Ну, то есть как бы, я, конечно, все понимаю, но этого я не очень понимаю. Вот, с 2010 года, кстати, пацаны делают сайты, или один пацан, Крейзи Димка, возможно, сумасшедший Димка, возможно, он лечится до сих пор, поэтому он и Крейзи. У них можно цены посмотреть, расценки. Давай посмотрим, как вот такую гениальную анимацию, за сколько можно заказать. Давай, я, кстати, был на странице цены, у меня мышка уже до нее доходила, но я потом вернулся на главную, сейчас опять до цены идет. Да, давай, чтобы у тебя носиком ударило прям по этому. Блин, я на услуге нажал что-то, вот сейчас носиком ударит, бам, все. Короче, цены достаточно демократичны, я бы сказал, очень дешевы, потому что интернет-магазин плюс, самая дорогая опция у них в ценах, в прайсе, 15200 рублей, вот именно 200 рублей, видимо, на сигареты, Крейзи и Димки, 20 страниц плюс 50 товаров, интересный достаточно интернет-магазин, который состоит из 20... Вот сейчас только ударил. Интересный достаточно сайт, который будет состоять из 20 страниц плюс 50 товаров, то есть, каждая карточка товара будет располагаться, видимо, по две карточки товара на одной странице, или я не знаю, как он собирался это уместить, даже не по две, а по три. Я думаю, что это же каталог, то есть, там может быть где-то по 6, где-то как-то там, что-то это. Ну, не, ну, объективно, каждая карточка товара – это страница, или ты имеешь в виду уникальные страницы? Типа, карточка товара – это одна страница. Но, между прочим, здесь написано, что любой тариф предусматривает неограниченное количество разделов и страниц. Указанные цены являются базовыми и могут меняться в зависимости от вашего желания дополнить сайт разнообразными интерактивными модулями. Понимаешь? Угу. У меня мушка на микрофон садится, и я пытался сдуть, но мне пришлось бы подуть в микрофон, я не стал. Как дуть? Да. Да. Вот такая, вот такой сайт, UI, UX. Если он действительно по стёбе сделан, то как-то маловато стёба. А если он без стёба сделан, то это, Crazy Димка, ему бы... Слушай, ну нет, цены такие дешёвые, что, возможно, это было реально давно, и как-то даже, возможно, и не стёб действительно, не знаю. 2010 год? Ну, ты имеешь в виду, типа, они работали с 2010-го и проработали один месяц? Ну, да, и не меняли цены вообще с тех пор. Может быть, как-то так. Не знаю. Ну, реально, ну какой интернет-магазин за 15200? Если только это не какие-нибудь белорусские... Ну нет, белорусские рубли ещё дешевле, чем наши. Украинские рубли? Ох, гривны? Огривны. Ага. В общем, спасибо большое за то, что предлагаете нам классные сайты. Продолжайте сайты. Продолжайте это делать на youdesign.ru, на нашем классном сайте. Продолжайте предлагать такие же классные, с таким же великим UX-ом, потому что здесь конкретно больше всего поражает, конечно, именно мышка, именно навигационная мышка, которая ходит, и ты ждёшь, как она от главной до контактов допрёт. Кого это она там прёт? Вот, да, можно продолжать, в принципе, к следующей теме. Математика и фронт-энд. Как тебе? Не надо. А надо, надо. Да, да. Так, математика и фронт-энд. Нам моё game XXX предложил. Я уже думал, не существует этого человека, но нет, он ещё жив. Он жив. Да, и слава богу, долгие лети жизни. Да, конечно. Храни Господь, я бы даже сказал. Блог LogRocket называется ресурс, с которым мы будем сейчас смотреть темку. И он такой медиумного типа. И это один из тех медиумных типов, на которые у меня логиниться, но не сохраняется логин, поэтому я не могу хлопочки поставить. О, сохранился, обосраться, до этого не было. У меня какая-то аура сегодня у меня, видимо, хорошая, сохранилась. А, не, не сохраняется. Смешно. Автор статьи Чен Хуй Джинг. Опять же, наш мужик по-разному обсуждал. А Сунь Хунь Чай был такой, нет? Нет, только Вин Сунь Пей. Так вот. Math and Front End Context is so much more important than degree of difficulty. Короче говоря, он пишет о том, что математика для фронтендеров крайне нужна. Причём, говорит, вы сейчас это, чуваки, не ведитесь на заголовок, я, говорит, сейчас не имею в виду мат-методы в экономике или мат-анализ какой-то или там ещё какие-нибудь системы счисления. Не, говорит, это не нужно и это, говорит, сложно и вообще нахрен не надо. А вот базовая арифметика, это круто. Это круто, и она нужна. Так же, как базовая геометрия. Теперь пойдём, так сказать, по конкретным примерам, где же нужна. Арифметика. Александр Богомольный пишет, что арифметика это та часть математики, это только он, кстати, пишет, кроме него никто не давал понятия арифметики. Так вот, он пишет, что арифметика это та ветвь математики, которая изучает, счёт, целые числа, дроби и базовые операции, которые с ними можно применять. То есть плюс-минус умножить, разделить. Вот такие, такого плана. Это арифметика. Это, говорит, нужно в CSS, потому что у нас есть свойство calc или calc, calculate, сокращённо, которое, естественно, в CSS3 только появилось. Если вы на интернет-эксплорере еще сейчас нас смотрите, у вас не будет работать. У всех остальных, в общем-то, будет. Можно использовать эту функцию calc для того, чтобы сделать динамические какие-то контейнера, именно контейнера, как договора и средства, которые зависят от каких-то там, ну, короче, которые будут высчитываться на лету. Например, могут относительно с абсолютными единицами высчитываться, и каждый раз будет разное значение. Так вот, например, классические проблемы, которые решаются с помощью таких, ну, не хаков, а таких подходов с помощью calc, это sticky footer. Sticky footer это, наверное, первая проблема вообще верстки, которую я решал в своей жизни. Вспомни, мы еще у Санька сидели в старой квартире. Да, да, sticky footer. В старой, это мы только в игры играли. Ну, в новой, по-моему. И читали, Мэтью, Мэтью звали чувака, я не помню его. Мэтью, но не Макконахи, не Макконахи, а другой. Из Австралии он сидел в шляпе в черной, и он еще прикольные иллюстрации рисовал к своим статьям. Блин, я, если честно, думал, что я на всю жизнь буду его помнить. Там какой-то Мэтью Долсон, Мэтью... Мэтью стики footer я сейчас напишу, и я уверен, что попадется он мне. Достаточно полезно у него были статьи. Мэтью Джеймс Тейлор, я вспомнил, да, это он. Да, да, да. Сейчас мы зайдем... Да, да, там статья... Ой, господи, статья картинка, где он в шляпе в черной. И если я на его дизайн-блог перейду, то последняя статья, когда была... 2012? Апрель 2018, мать твою, он опять начал писать. Был момент, когда он завязал. Собственно, я даже могу его найти. Вот, 2012 был, 4-х листники он еще верстал, а после этого уже Responsive House какой-то сделал, адаптивный домик. Блин, я сейчас открыл, мне показалось, что я где-то в Америке уже сижу. Открыл этого Мэтью Джеймса Тейлора. Ну, я прям помню его сайт, он не изменился с тех пор. Да. И тут где-то сейчас будет этот стики footer, к которому он прям рисовал прикольную, прикольную иллюстрацию, где footer на duct tape, на скотч был приклеен к низу, типа. Не могу. О, я с флотами именно по его блогу впервые начал работать. Вот подписчики, уважаемые, кто когда-нибудь хотел нас спросить, с чего начиналось, вот примерно с этого начиналось, я прям помню, мы голод еще делали. У него же хорошо, видимо, от все очень просто сайт, потому что ты в натуре вводишь стики footer и он... Да, да, да. Он просто был одним из первых. Здесь сейчас есть с ножками такими, что... Или тут стик, именно тот был, вот, на демке, на демке, кажется, было. Черт, не подгружается. Где-то была именно вот с этим... Прям мышка носиком просто еще не ударила. Стопудово, еще не подгрузилась просто. Короче говоря, ладно, я сейчас не буду в ностальгии ударяться, хотя очень хочется. Проблемы стики footer можно решать с помощью calc. Кстати, когда я ее тогда решал, еще в 2011, естественно, нельзя было еще решить с помощью calc, потому что у всех был Firefox 5, в котором там это не поддерживалось. Ну да. Вот, но сейчас можно просто минимальную высоту у большого контейнера сделать 100 vertical height минус 2 и m. 2 и m это магическое число в данном случае, которое равно суммарной высоте хедера и footer. Если они каждый по одному ему, то здесь минус 2 ема. Тоже такое себе на самом деле, такое себе решение, потому что, а вдруг они динамически будут другие? Тогда там уже это не подставится. То есть, это все равно надо как-то путем припроцессинга решать и в переменных задавать высоту хедера и footer. Хотя, опять же, а если она вдруг изменится, потому что там будет много контента? То есть, ну, такое, опять же, себе решение, но мы-то сейчас отвечаем на вопрос, зачем математика фронтендером? Вот базовая арифметика нужна для верстки. Я думал, чтобы деньги считать, которые им платят. Ну и это тоже, да, это как бы не лишним будет. Ну и здесь он нам показывает, что есть вообще, можно большое уравнение написать с многими неизвестными. Вот минимальный. Для того, чтобы вариабельные шрифты сделать. Вариабельный размер шрифта в зависимости от вьюпорта, в зависимости от ширины экрана там и так далее. Он пишет, можно вот минимумы задать, здесь максимумы, а здесь, соответственно, ширину вьюпорта и там будет такой коэффициент, что есть минимальные, допустим, 20 пикселей, есть максимальные 40, а между ними от 320 до 960 по ширине шрифт будет увеличиваться по линейному уравнению, по вот этому KX плюс B, так сказать. Второе. Геометрия. Опять же, Александр Богомольный нам дает определение геометрии. Геометрия – это та ветвь математики, которая работает со свойствами и конфигурациями геометрических объектов, точек, линий и кружков. Вот только кружков, квадратиков, видимо, уже нет. Но он пишет, это основные, конечно. Понятно, что квадратики, прямоугольники, ромбы и прочие прям параллелограммы, они тоже сюда входят. И параллелепипеды, не дай бог. В CSS можно рисовать такие формы, например, с помощью border radius. Мало кто помнит, о border radius, когда мы одно туда задаем значение этому свойству, там, 50%, на самом деле, это shorthand для 4 целых. Есть border top left radius, border top right radius, border bottom left radius, border bottom right radius. Это скороговорка сейчас такая была, я выдержал этот тест с первого дубля. Их можно задавать различными и делать овалы разных, так сказать, пропорций с разными радиусами по горизонтали и по вертикали. Разный радиус, это, конечно, звучит странно, но я только что Нобелевскую премию по геометрии получил. Разный радиус его овал. С помощью такой же нехитрой геометрии можно сделать классические CSS-треугольнички. Это все знают, нас Крис Койер этому тоже научил еще лет 7 назад, 8, 6, 5, не знаю, когда это было, что если мы сделаем border left, right и получается top transparent, если мы их сделаем прозрачными, а border bottom сделаем gray, то вот эти границы, они обрезаются по диагонали, как плентуса потолочные практически. А мне сейчас только такие ассоциации это вызывают. можем снизу просто треугольничек серым закрасить, а все остальные будут типа прозрачные, вот тебе настоящий треугольничек на CSS. Но, если ты знаешь геометрию, его можно сделать не равносторонним, так сказать, хотя здесь он тоже ни хрена не равносторонний, это прямой треугольник, потому что у него прямой угол, можно сделать другим с помощью коэффициента, который мы умножаем на 100 пикселей, и это у нас получается, так сказать, искажение от этого. То есть, ну, здесь вот уравнение написано, я не собираюсь его зачитывать, я не смышленыш, поэтому, да, и корень из трех пополам высоты, вот, равно 0,866 высоты, вот так вот. Короче говоря, он говорит нам о том, что учите математику, и она вам пригодится. Не только за хлебом пойдете быть из дачи считать, а все-таки еще и в фронтендерских делах. Я думаю, это все фронтендерские дела, которые они делают, то есть за хлебом ходят. Ну и, в общем-то, вот стрелочки они только верстают, и овальчики с разными радиусами, все, больше-то верстальщики же не делают ничего, поэтому, да. Окей, окей. Еще тема, которая предложена нам фронтендером, опять же, I did nothing, просто нихрена не делай, и ты добьешься успеха, уроки старого крокодила. И здесь темка про то, как нихрена не делать. Я сейчас сразу вспомню, что вот наркоманы глупые, они могли бы крокодил не в вену ставить, а просто жрать и не гнить при этом. Да, да, но здесь про другого крокодила, здесь про настоящего крокодила, из которого делают сумки. 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 И, короче, здесь действительно начинается с того, с какой-то притч, или, я не знаю, анекдота, или что это, он не очень смешной, на самом деле, но здесь про крокодилов, и про, как обычно, молодого крокодила, неопытного, еще не смышленыша, и про того, который опытный, старый крокодил, и по классике, что здесь к нему поплывает, короче, к крокодилу, старому, молодой, и говорит, что там это, что ты, как таким крутым стал, говорят, крокодилом-то понтовым, типа всех ловишь, жрешь. Тот чувак вообще ему ничего не отвечает, тупо плавает, вообще как бревно тупое. Я, говорит, просто мимо крокодил, да? Да, да, ну, короче, молодой поехал, в смысле, поплыл там, наловил гасамов каких-то, сожрал, приплывает, говорит, ты чё, старый, ты охренел, что ли? Да я кручтя уже ловлю давно. Старый всё ещё, короче, такой лежит, вообще ему ничего не отвечает. Тут пошёл, разозлился ещё каких-то, короче, там, каких-то аистов, там, условных, сожрал, короче, приплывает, ну, ты чё, ты охренел, что ли, короче? Вот, а тут видит, короче, и старый чувак берёт за секунду просто, схавывает там, антилопу, или кто там рядом, пасся, короче, вот, и тот говорит, нихрена себе, и типа, как это сделал? А я, говорит, просто слежал, а нихрена не делал. Вот, и, короче, здесь вся статья об этом, что, типа, вообще круто, типа, чуваки, в наше время, это, типа, быть не занятым, а именно передохнуть, типа, вот чуть-чуть. Вот вы, говорит, подумайте, все же, говорит, сейчас чуваки супер занятые, типа, дофига, и постоянно кто-то куда-то торопится, так называемые крысины бега, как мы называем это в нашей интерпретации, то есть, таким, как бы постоянно в каком-то движении непонятном, ради чего-то, опять же, непонятного, и слишком много мельтешения, слишком много движения, ради, просто ради движения, не для какой-то цели, да, высшей, а просто чтобы двигаться, просто чтобы, типа, ну, жизнь же проходит, надо же быстрее бежать, куда-то что-то делать, вот, решать какие-то задачи непонятные какие, вот, а на самом деле, типа, чуваки, Я, говорит, сам, сам автор статьи, говорит, вот взял себе, очень было, говорит, сложно, но взял и иногда беру паузу, даже просто вот еду к родителям собирать оливки на их поля, это он уже говорит в конце статьи, просто собираю оливки и вот даже те две недели, я полностью отключаюсь, когда, типа, перегораю, тоже здесь об этом говорится, полностью отключаюсь на две недели от всего вообще. Вообще откладываю компуктер, еду, собираю оливки с родителями и, говорит, именно за эти две недели, вот когда я отключен, именно тогда, говорит, я, во-первых, полностью отдыхаю и освежаюсь, а во-вторых, мне приходят новые идеи, которые вот как раз те самые идеи за эти две недели, которые полностью меня на год, короче, максимально, потому что в расслабленном состоянии человек, он, ну, все-таки у него более креативное мышление, как мне кажется, работает, когда он не такой, типа, не сдавленный чувак, что надо быстрее-быстрее что-то делать до времени, его не подгоняет какие-то там, может быть, ситуации, а именно когда он расслаблен полностью, он может вот придумывать какие-то вещи, вот, собственно, об этом чувак и рассказывает. Я согласен, что иногда нужно сделать перерыв, и опять же, радужной нитью проходит тема перерыва у нас во всем подкасте, сделать перерыв и просто, чтобы не перегорать, и это приносит, так сказать, новые идеи какие-то. Плоды, да. Это прям вот вообще хорошо. Ну вот, как бы, вот такая тема, в принципе. Практически одной строкой. Ну, одной не одной, а осталось всего последнее, да, поэтому. Да. Кстати, ну хотя, я просто смотрю, фронтендеры нам выдержку сделали с темки, TLDR-чик, так сказать, небольшой. И, да, просто нихрена не делай от старого крокодила. FBI нам предложил последнюю темку, где все сложно с переносами строк. Вот все CSS и HTML хитрости для этого. Это перевод статьи Криса Койера на CSS Tricks, да, Криса Койера. Я просто помню, что CSS Tricks, но я не помню, Крис Койер или не Крис Койер ее написал. Наверное, он. Почему-то нету статьи, а, нет, вот есть ссылка прям на ту статью. Where the line breaks, lines break is complicated, here's all the related CSS and HTML. 9 мая 2017 года, он на Берлин должен был добавить, чем в конце этой статьи. Вот, он, на самом деле, я опять же буду перевод смотреть на CSS Live. Я не знаю, что это за сайт CSS Live, я его тысячу раз видел, но я так до сих пор и не знаю. Это кто, что, это крутой сайт, не крутой. Пишите, подписчики, уважаемые, что за CSS Live, они вообще живы еще. Хотя они 28 мая 2018 года, они достаточно оперативно перевели, всего-то 19 дней переводили. Вот, хотя статья такая, не сильно объемная. Ладно, неважно. В общем, Крис Койер нам запилил кодпенчик, в котором он предложил нам такую колонку с текстом, который оверфлоуется. То есть, уходит в край и как бы контейнеры с горизонтальным скроллом получается. Ребята с CSS Live перевели этот кодпенчик. То есть, у Криса Койера, он, понятно, был на английском, у них стал на русском. Ну, ладно. Всем нам знакомо вот это, когда большая длинная ссылка не влезает в контейнер, например, и она начинает висеть поверх него. Это в лучшем случае, в худшем, точнее, в худшем случае, в лучшем случае есть Overflow Hidden или Overflow Auto, которая позволяет либо просто обрезать эту ссылку, либо сделать горизонтальный скролл внутри контейнера и, так сказать, меньшим из зол решить этот вопрос. Но Overflow это не панацея, потому что, ну, кому нужен горизонтальный скролл? И понимаешь, что на iOS и в сафарях он, там нету этого скролла явно, то есть он у них такой. Только когда ты скроллишь, он появляется. Кстати, у них на CSS Live у меня тоже есть горизонтальный скролл по бреду. У тебя есть или нет? У меня да. У меня... У них вот эта вот с самого низа картиночка Visa MasterCard через Яндекс.Деньги, она уходит вправо немножечко спасательным кругом и бесит. Ну, ладно, чуваки, видимо, так и хотели. В общем, экспериментальная площадка, там у них сделана, так сказать, памятка из разных CSS-свойств, в которые можно включать-выключать чекбоксы. И, соответственно, будут меняться поведения, так сказать, поведения текста. Есть свойство Word Break. Это дефолтный способ, опять же, решения проблем после Overflow. И есть свойство Break All, которое абсолютно все слова заставляет переноситься. Причем, если мы делаем Break All, то он каждую букву определяет практически как иероглиф, то есть переносит по любой букве. Не по слогам, как это принято в русском языке, ну и не только в русском, а просто по буквам. Тут мы здесь видим, что срочно в Н, и потом умер переносится. Это, конечно же, зашквар. Если мы используем Break Word, то он переносит все-таки, старается по словам, то есть по слогам хотя бы. Хотя вот у меня там, где никотин, медидин, нуклеотид, фосфат, полимеразы, он полим- и еразы переносит. Тоже не очень правильно, но уже хотя бы нет горизонтального скролла, и ссылки тоже он переносит по буквам, хотя бы, ну вот, гласную и согласную в данном случае разделил. Если мы используем Keep All, то каждое слово у нас на отдельной странице получается, и вот эти длинные оно, конечно, никак не скрадывает. Кроме Word Break, есть свойство Overflow Wrap с тем же значением Break Word, как и Word Break, просто оно более новое, считается менее зашкварное. Хотя, опять же, нужно использовать их оба для полной, так сказать, поддержки. Word Wrap Break Word и Overflow Wrap Break Word. Оно также работает, как просто Word Break Break Word. Я уже сейчас сам запутаюсь. Короче, работает так же. Есть твойство Hyphens, hyphen по-английски defice, и я помню еще на LuzLolMe писал статью про hyphens, по-моему, если мне память не изменится. Ну, короче, давно я про это знал, использовал. Тогда еще только в Safari это поддерживаешь. Действительно, если hyphens auto ставить, он переносит через defice некоторые вещи, даже ссылки по бреду. И где-то это по смыслу идет, где-то это, конечно, зашквар. Вот, поэтому я думаю, лучше, в общем-то, этого не делать. Hyphens manual, оно никак не работает. Это как будто бы дефолтное значение. Line Break есть такое свойство, и оно переносит тоже на другую страницу, но по-символю. То есть вот если большая ссылка, HTTPS, он после слэшей переносит, но если уже там внутри самой ссылки нету слэшей, он уже не будет переносить. Есть strict, делает практически то же самое. И anywhere, он, соответственно, типа везде должен делать, но не везде делает. Короче говоря, у них здесь в статье про каждое написано, на самом деле. И есть даже гифки, но гифки на самом деле Криса Койера. То есть гифки они уже не переводили, не делали на свой лад. Поэтому если мы суммируем, то overflow rap кажется наиболее эффективным решением данной проблемы. Дефисы не очень. Lion Drake пишет, автор типа в основном для пунктуации, ну как я и сказал, для слэшей. Но у них почему-то ни в одном браузе не заработало. Ну у меня Safari работает по слэшам, по крайней мере. Поэтому не так уж и плохо. Есть элемент br, который разобьет строку где угодно. Ну то есть это, ну ты понял, переход на новую строку. Есть wbr, это возможный разрыв слова. Означает, что длинному слову, обычно вызывающему раздражающую проблему с переполнением, можно сказать, чтобы оно разорвалось в конкретном месте. Ну окей, почему бы и нет. То есть поставить перед тем словом, которое можно разрывать. А можно и не разрывать. Я не знаю, что такое w, может быть, will, break, или там что-то, ну короче, какая-то возможность здесь есть. Или would break, наверное, вот так. Другие решения... Wood в смысле как стояк. Да, естественно. Wood. Символ ampersand shy делает то же самое, что элемент wbr. Просто символ, можно встраивать здесь все. Только переводчики сказали, что на самом деле ampersand shy дефис делает, в отличие от wbr, wbr, который просто переносит. Короче говоря, вот такая коротенькая статья. Комментариев у них на CSS Live почему-то нет. Давай я оставлю прям. Ваше имя, Александр. Не, имейл me собака в описании.ру Давай work собаки ювпдизайн.ру почему бы и не. Ваш сайт ювпдизайн.ру Привет от подкаста суровый веб. Спасибо за классный перевод статьи. двоеточие ди. Да, я подпишусь на, пожалуй, на комментарии. Пусть узнаю, когда мне ответят. Да, у них вордпрессовский сайт, меня кинуло на wp-comments.php и у них я так понимаю нет премодерации. Не, нет премодерации. Сразу появился комментарий. Можно им засрать. Ну ладно, не будем. В общем, что, Никита, ты скажешь мне про все хитрости и html css и html хитрости для этого? Алло. Да, алло. Смешно. Не знаю, когда я отлетел. Ты, ты что последнее слышал? То есть, подожди, я, я комментарии им оставил на сайте. Это ты тоже не слышал? Короче, я им оставил комментарий, что привет от сурового веба. Подписался на ответ, если друг мне придет. У них обычный вордпрессовский сайт, меня на vp.comments.php послава. Короче говоря, что ты думаешь про эти хитрости? Подожди, а ты напаузил, что ли? А, нихрена ты. Да не, надо было вообще не паузить, потому что у меня-то я не могу паузить вообще. Ну, короче, давай, где ты там чё там симулировать. Мне всё, мне, если честно, всё понравилось, мне всё понравилось. Особенно мне понравилось, как ты оставил комментарий, чтобы к нам заходили и подписывались. Видимо, чтобы заходили и подписывались, да. Ну, короче говоря, вот так вот мы. Статья с CSS Live тоже к нам нашла дорогу к нам в подкаст, и такое бывает. Скоро просто с Live будут к нам статьи в подкаст. Да, да. Ну, давай, пробуем обойку обсуждать, да будем закругляться. Обойка, обойка достаточно классная. Обойка достаточно классная. Сегодня просто такой лес. Лес и, ну, свежестью какой-то отдаёт обойка. Вот. На самом деле, я сейчас это всё говорю абсолютно на память, а вот я нашёл её, да. Так вот, лес свежестью отдаёт, хотя я наврал про свежесть, потому что здесь скорее осенью. Да, конечно, здесь осень, и здесь уже такая душнянская осень, уже прям вот хочется за угол зайти и спросить, а мыло и верёвка-то у нас есть здесь? Может, цвете? Хочется, но мне и на велосипеде хочется проехать, причём не быстро, а так, знаешь, размеренно, так аккуратненько на велике проехать и туда вот за уголочек завернуть. Я думаю, что наш подкаст... На велосипеде-тандеме? Да, на таком намедленном, да, на тандеме, на трёх деме, на четырёх. И, короче, вот наш подкаст, это, естественно, забор, я думаю, потому что, ну, как бы, именно он ограждает наших подписчиков, которые едут на велосипедах, опять же, на тандемах, от того, чтобы они свалились в канал вот того говна, который сбрал там. А канал это что? Это все остальные подкасты? Да, это, в принципе, информационное пространство остальное, которое есть. Вот, вот такой он чахлый немножко, но удерживает, всё равно ты его видишь и, как бы, не хочется уже съезжать никуда. Хочется straight out, online? Ну, прикольно, прикольно. Главное, чтобы не keep away from me, потому что согласен. к нашему подкасту должны хорошо относиться, облокачиваться на этот забор, хотя он такой покосившийся уже, что прям видно сразу, 170-й выпуск уже идёт. Да, да, давно здесь. Двухсоточку ждёшь. Двухсоточку жду, как Нового Года. Да, поэтому подписывайтесь на нас в соцсетях, во всех, уважаемые друзья, на patreon.com вебдизайн можете нам занести денег, если вдруг появилось желание после прослушивания или просмотра. И да, наверное, через неделю увидимся, как всегда. Угу. Попутного, так сказать, ветра. И попукного, естественно. Буду вот этими штампами говорить. С вами был Тормознутый. И Картавык. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok